Игры, танцы и викторины с аниматорами – все для победителей конкурса детского рисунка на экологическую тематику «Чистый взгляд». В этом году тема работ обитателей водного мира Нижегородской области. Степан Костиганов, ученик 4-го класса, приехал из деревни Прокошево. Он нарисовал сразу несколько представителей речных рыб, встречающихся у нас в регионе. Я рисовал окуня, карася и карпа. Ну, потому что это мои любимые рыбы, и я их только ем. Вместе с ним в конкурсе приняла участие его одноклассница Полина Пинатьева. Она участвует в таком конкурсе уже в третий раз, но до этого момента не выигрывала. Я нарисовала щуку, потому что мы сходили с папой на рыбалку, и я поймала маленькую рыбку, а папа поймал большую щуку. Я рисовала 4 часа рисунок, и мне чуть-чуть помог дедушка. У подруг Марины и Варвары, учениц 4-го класса Кстовской гимназии номер 4, на рисунки ушло по 4 часа. Девочки тоже не в первый раз участвуют в конкурсе. Он важен для них, так как подруги ходят в художественную школу. Я рисовала стерлядку, потому что она водится в Волге, и она занятена в красную книгу. Я рисовала сама, потому что мне нравятся его усыни. Традиционно в конкурсе участвуют все ученики с 1 по 4 класса школ Кстовского округа. В этот раз победителями стали более 250 детей. Для них подготовили подарки. Так как тема работ конкурса «Обитатели водного мира Нижегородской области», ребята получили в подарок вот такую энциклопедию с дополненной реальностью «Подводный мир», где они смогут познакомиться с другими жителями рек, морей, озер и океанов. Ну а главный подарок – спектакль по сказке «Конек-горбунок» от актеров Чувашского театра юного зрителя имени Михаила Сеспеля. Ольга Абрамова, Василий Терехин. Специально для программы «Регионы Лукойла».